Блокада Ленинграда Это привело к тотальному голоду и, как следствие, к сотням тысяч смертей среди жителей. Когда в 1941 году фашистская Германия напала на СССР, советскому руководству стало ясно, что Ленинград рано или поздно окажется одной из ключевых фигур в немецко-советском противостоянии. В связи с этим власти распорядились эвакуировать город, для чего требовалось вывести всех его жителей, предприятия, военную технику и предметы искусства. Однако на блокаду Ленинграда никто не рассчитывал. У Адольфа Гитлера, согласно свидетельству его приближенных, к оккупации Ленинграда был особый подход. Он не только хотел его захватить, сколько просто стереть с лица земли. Таким образом, он планировал сломить моральный дух всех советских граждан, для которых город был настоящей гордостью. Согласно плану Барбаросса, немецкие войска должны были оккупировать Ленинград не позднее июля. Видя стремительное наступление противника, советская армия успешно строила оборонительные сооружения и готовилась к эвакуации города. Ленинградцы охотно помогали красноармейцам строить укрепления, а также активно записывались в ряды народного ополчения. Все люди в едином порыве сплотились вместе в борьбе с захватчиками. В результате Ленинградский округ пополнился еще примерно 80 тысячами бойцами. Иосиф Сталин отдал приказ защищать Ленинград до последней капли крови. В связи с этим, помимо наземных укреплений, проводилась и противовоздушная оборона. Для этого были задействованы зенитные орудия, авиации, прожектора и радиолокационные установки. Интересен факт, что наспех, организованное ПВО, возымело большой успех. Буквально на второй день войны ни один немецкий истребитель не смог прорваться в воздушное пространство города. В то первое лето было совершено 17 налетов, в которых фашисты задействовали свыше полутора тысяч самолетов. К Ленинграду прорвались только 28 самолетов, а 232 из них были сбиты советскими солдатами. Тем не менее, 10 июля 1941 года армия Гитлера уже находилась в 200 километрах от города на Неве. Через неделю после начала войны, 29 июня 1941 года, из Ленинграда удалось эвакуировать около 15 тысяч детей. Однако, это был только первый этап, поскольку правительство планировало вывезти из города до 390 тысяч ребят. Большинство детей эвакуировали на юг Ленинградской области. Но именно туда начали свое наступление фашисты. По этой причине около 170 тысяч девочек и мальчиков пришлось отправить обратно в Ленинград. Стоит заметить, что город должны были покинуть и сотни тысяч взрослых людей, параллельно с предприятиями. Жители неохотно покидали свои дома, сомневаясь в том, что война может затянуться надолго. Однако, сотрудники специально образованных комитетов следили за тем, чтобы люди и техника вывозились как можно быстрее, посредством шоссе и железной дороги. Если верить данным комиссии, до начала блокады Ленинграда из города эвакуировали 488 тысяч человек, а также 147 тысяч 500 прибывших в него беженцев. 27 августа 1941 года железнодорожное сообщение между Ленинградом и остальной частью СССР было прервано, а 8 сентября было прекращено и сухопутное сообщение. Именно эта дата стала официальной точкой отсчета блокады города. По приказу Гитлера, его войскам предстояло взять Ленинград в кольцо и регулярно подвергать его обстрелам из тяжелых орудий. Немцы планировали постепенно сжимать кольцо и тем самым лишить город любого снабжения. Гитлер думал, что Ленинград не выдержит долгой осады и быстро капитулирует. Он и подумать не мог, что все его намеченные планы потерпят фиаско. Известие о блокаде Ленинграда разочаровало немцев, которые не хотели находиться в холодных окопах. Чтобы как-то ободрить солдат, Гитлер объяснил свои действия нежеланием напрасно расходовать человеческие и технические ресурсы Германии. Он добавил, что вскоре в городе начнется голод и жители просто вымрут. Справедливо отметить, что в какой-то мере немцам была невыгодна капитуляция, поскольку им бы пришлось обеспечивать пленных продовольствием пусть и в самом минимальном количестве. Гитлер, наоборот, побуждал воинов нещадно бомбить город, уничтожая гражданское население и всю его инфраструктуру. С течением времени неизбежно возникали вопросы относительно того, можно ли было избежать тех катастрофических последствий, которые принесла блокада Ленинграда. Сегодня, имея документы и свидетельства очевидцев, не взывает сомнений тот факт, что у ленинградцев не было шансов выжить, если бы они согласились добровольно сдать город. Фашистам просто не нужны были пленники. Советское правительство намеренно не раскрывало блокадникам реальную картину положения дел, чтобы не подорвать их дух и надежду на спасение. Информация о ходе войны подавалась максимально кратко. В скором времени в городе наступил большой дефицит продуктов питания, вследствие чего наступил масштабный голод. Вскоре в Ленинграде пропало электричество, а затем вышли из строя и водопровод с канализацией. Город бесконечно подвергался активным обстрелам. Люди находились в тяжелом физическом и моральном состоянии. Каждый, как мог, искал для себя пропитание, наблюдая за тем, как ежедневно от недоедания умирают десятки и сотни людей. Еще в самом начале фашисты смогли разбомбить Бадаевские склады, где в огне сгорели сахар, мука и масло. Ленинградцы, безусловно, понимали, чего они лишились. На тот момент в Ленинграде проживало примерно 3 миллиона человек. Снабжение города всецело зависело от привозных продуктов, которые позже удалось поставлять по знаменитой «Дороге жизни». Люди получали хлеб и другие продукты по карточкам, выстраиваясь в огромные очереди. Тем не менее, ленинградцы продолжали трудиться на заводах, а дети ходить в школу. Позднее пережившие блокаду очевидцы признаются, что выжить в основном смогли те, кто чем-то занимался. А те люди, которые хотели сэкономить силы, оставаясь дома, обычно умирали в своих домах. Единственным дорожным сообщением между Ленинградом и остальным миром оказалось Ладожское озеро. Прямо вдоль побережья озера спешно разгружали доставленные продукты, поскольку «Дорога жизни» постоянно обстреливалась немцами. Советским солдатам удавалось привезти только незначительную часть продовольствия. Однако, если бы не это, смертность горожан оказалась бы в разы большим. Зимой, когда судно не могли привозить товар, грузовые машины доставляли продовольствие прямо по льду. Интересен факт, что в город грузовики везли продукты, а обратно вывозили людей. При этом немало машин проваливались под лед и шли на дно. Дети с большим энтузиазмом откликнулись на призыв о помощи со стороны местной власти. Они собирали металлолом для изготовления военной техники и снарядов, емкости для горючих смесей, теплые вещи для красноармейцев, а также помогали медикам в больницах. Ребята дежурили на крышах зданий, готовые в любой момент потушить падающие зажигательные бомбы и тем самым спасти постройки от возгорания. Часовые ленинградских крыш – такое прозвище они получили в народе. Когда во время бомбежек все убегали в укрытии, часовые, наоборот, поднимались на крыши для тушения падающих снарядов. Кроме этого, измученные и обессиленные дети становились, изготавливали на токарных станках боеприпасы, рыли окопы и строили различные укрепления. За годы блокады Ленинграда погибло огромное количество детей, которые своими действиями воодушевляли взрослых и солдат. Летом 1942 года Леонида Говорова назначили командующим всеми силами Ленинградского фронта. Он много времени изучал разные схемы и строил расчеты для улучшения обороны. Говоров изменил месторасположение артиллерии, что повысило дальность стрельбы по позициям противника. Местное командование решило начать прорыв блокадного кольца 12 января 1943 года. Данную операцию назвали «Искрой». Атака русской армии началась с продолжительного обстрела немецких укреплений. После этого фашисты подверглись тотальным авиаобстрелам. Тренировки, проходившие на протяжении нескольких месяцев, не прошли даром. Человеческие потери в рядах советских войск оказались минимальными. Добравшись до обозначенного места, наши бойцы с помощью кошек, багров и длинных лестниц быстро взобрались по ледовой стене, вступив с противником в схватку. Утром 18 января 1943 года в Северной области Ленинграда произошла встреча советских подразделений. Совместными усилиями они освободили Шлиссербург и сняли блокаду с побережья Ладожского озера. Полное снятие блокады Ленинграда произошло 27 января 1944 года.